Я вообще очень талантливых людей люблю. И вот когда я впервые... Я даже не помню, как это случилось. Просто помню, что она была на самом деле почти ребенок. Ну, относительно лет 17-18 лет. И она так замечательно играла. Я поначалу думал, что она только вот относительно современную музыку. Прокофьев может играть, а вот Чайковский какой-то. Для азиатов, по-моему, это испытание довольно серьезное, Чайковского играть. И вдруг она играла с нами, Чайковского, и это оказалось лучше многих русских. И это меня поразило просто. Вот тогда я ее стал очень уважать, как музыканта и как человечка. Впервые я исполнила этот концерт с маэстро Тимиркановым в возрасте 19 лет. Где-то во Франции помнится. И, конечно, партитура, на первый взгляд, показалась мне сложной с точки зрения скрипичного искусства. Но то, что меня поразило, это образное отличие от первого концерта, который более мечтательный, и в нем так много волшебного. Здесь, во втором концерте, вы тоже сталкиваетесь с миром волшебства, но он совсем другой. И мне необходимо было понять это образное отличие и передать его. Я знал очень одаренных азиатских детей, то есть относительных детей, которые потрясающе бегали по клавишам, или на скрипке феноменально технически оснащенные играли. Но у них, как, знаете, Торичелева пустота была в голове. Они ничего не знали про мир, про книги, про... Потому что потом, когда они станут взрослыми, это будет слышно, что они не читали Достоевского, например. Всегда слышно. Умный играет или не очень умный. Да-да-да, это странно. Поэтому я ей сказал, вот, прочитайте это, 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 это. АПЛОДИСМЕНТЫ Я должна сказать, во-первых, что маэстро Тимирканов для всех, так и для меня, действительно особенный человек. Не только как музыкант, но именно как человек. Мы проводили с ним много времени, путешествия по разным местам, много играли вместе, и я многому научилась у него, не только музыке, но и музыкальному языку, культуре, русской литературе. Он был одним из тех, кто предложил мне в 17 лет прочитать Достоевского. И я после этого перечитала всего Достоевского. Да-да, душу образованную нужно иметь. Душу надо образовать, поэтому я, Саякик, сказал читать. Потому что это образовывает вашу душу. Я вам даже скажу историю гораздо более любопытную. Когда Сергей Прокофьев сдавал экзамены, играл свой первый концерт, Глазунов, грузный, милейший человек, встал и ушел. А потом подошел к Прокофьеву и сказал, «Сережа, голубчик, я тебе поставил все самые высокие отметки, но слушать я твою музыку не могу». Действительно это странно. Я ведь не так хорошо говорю по-русски, но я очень хорошо понимаю, что маэстро имеет в виду. Очень часто я чувствую музыку Прокофьева в том же ракурсе, как и маэстро. Поэтому это делает музыкальное общение наше и взгляд на мир, очень легким для меня. Я люблю его юмор. Иногда мне очень приятно понимать, что я нахожусь вместе с таким щедрым, талантливым человеком, с такой невероятной личностью. Я Японию очень люблю. Я люблю этот народ, я люблю их менталитет. У меня очень много друзей, японцев. Вы знаете, мы все европейцы, как того, что... Да, чуть-чуть не схожи до конца, конечно, но разница между нами такая не очень большая. А японцы такое впечатление, что они прилетели с другой планеты, да. У них как-то голова по-другому работает. Они нет, не говорят. А это часто путает нас, европейцев, потому что, когда вы прилагаете какие-то гастроли и говорите вот так, 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 а не говорят, да. А это означает, потом я это узнал, раз начать, что они слышали тебя. Вообще, это народ особенный, конечно. Если я ужинаю с императрицей, и потом, когда закончился ужин, она играла мне на рояле, потом мы слушали министра культуры, который на фринке играл, а потом, когда я уходил, она кланится в пояс. Она императрица, но она японка прежде всего. Поэтому культура древнейшая, традиции надо соблюдать. Это на самом деле особенная страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я родилась в Токио, в самой обычной семье. Моя мама художник, отец компьютерный инженер. Когда моя мама уехала в Италию изучать историю искусств, мне было три года, и поэтому я поехала с ней в город Сенна, в Италии. Это очень музыкальный город. Родители водили меня на концерты часто, на публичные концерты, и я сразу же влюбилась в скрипку и попросила маму купить мне этот инструмент. Вот с этого все и началось. А сейчас я живу в Париже, вот уже семь лет. Правда, до этого я жила в Германии около девяти лет, так как училась у моего профессора Захара Брона. Практически половину жизни я провела в Европе, и поэтому я ощущаю смешение разных культур, Франции, Германии, и, конечно же, многое меня связывает с Россией, так как у меня много друзей в России. Я очень часто бываю здесь, и я люблю русских людей, русскую литературу и русскую музыку. Этот концерт я исполняю уже долгие-долгие годы, особенно благодаря маэстро Тимирканову. Для меня, как для интерпретатора, интересна возможность стать актером, и в нашей сущности музыканта. Есть тоже другая сторона, другой характер, своего рода жестокий, и так должно быть. И когда я исполняю Прокофьевскую музыку, я чувствую, что что-то подобное появляется и в моей душе. Но это не значит, что я жестокий человек. Совершенная магия Прокофьевской музыки и есть в пробуждении этого отравляющего чувства. Ну, Прокофьев колючий вообще человек был, и музыка колючая. Музыка не умеет выражать, в отличие от других искусств, жестокость и зло. Музыка, в отличие от любых других культур, музыка возвышает человека. Она будет в человеке только его духовные, чудные переживания. До слез может довести часто музыка. Но она тебя облагораживает. АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТС! АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТА!